Всех приветствую с возвращением. Это уже 10 выпуск нашего путешествия по подземельям мира Кингсфилд, The Ancient City. Скоро в конце этого эпизода мы наконец-то выберемся на свет в лес. Но, как известно, перед тем, как наступит свет, будет самая темная ночь. У нас на руках уже есть камень-ключ для того, чтобы опустить разводной мост. В прошлом эпизоде мы как раз до него добрались, через лабиринт с грибами. Вот сейчас я хочу повторить тот же самый путь, тем более он уже расчищен, ну не считая пары грибов, которые выросли за это время. Ну вот, собственно, и выход за этой дверью. И второй мост с точно таким же предисталом управления. И, надеюсь, на нем ключ сработает как надо. Сейчас я правильно позиционирую персонажа. Так. Вот он, камень-ключ. И да, с первого раза встает. Так что не зря обошел. Но ничего страшного, какая разница, с какой стороны заходить к центральной башне. Если бы мы зашли с той стороны, то был опущен бы вот этот мост. Это ничего ровным счетом не изменило бы. В этой комнате можно наблюдать на фреске магия, которая есть у персонажа. Горящие оляньки, значит, что эта магия уже есть. Негорящие, значит, что магии еще нет. Как несложно догадаться, достаточно много магии придется найти впереди. Наша же задача сейчас перейти по второму, на данный момент, опущенному мосту от центральной башни и проследовать в новую локацию. Вот здесь можно увидеть срез, короткий путь, который пока что заблокирован, но скоро мы его откроем. Вот здесь какому-то парню не повезло оказаться заваленным колонной. А здесь можно увидеть нового врага, с которым придется бороться. Внешне эта тварь очень напоминает Чужого из одноименного фильма Ридли Скотта и продолжение Джеймса Кэмерона. Точно такой же длинный хвост, очень похожая форма головы. Правда, в отличие от Чужого, у этой твари голова сужается под конец затылка. Мувсет этого монстра состоит из нескольких атак. На расстоянии он стреляет проклинающей магией, которая натурально гасит свет в глазах у героя. Он может бить лапой, он может бить таким АОЕ вокруг себя, он может больно кусаться. А следующие его итерации смогут также кидать огнем, быстро бегать и бросаться вперед, а не только назад. И вот он использовал уже все свои атаки. Тем не менее, это не помешает нам с ним быстро и без особых усилий расправиться. Ну а далее мы продвинемся в самую темную локацию этой игры. Без заклинания божественный свет здесь делать нечего, поэтому используем его. Вокруг летучие мыши, пауки, монстры, в темноте шлем, боевой шлем, который, по-моему, лучше того, что экипирован. Легкий железный шлем, способный полностью защитить голову. Отмахиваясь от летучих мышей и пауков, я хочу как можно скорее пробежать эти несколько темных комнат склепа. Надеюсь, что никто меня здесь не отравит, не проклянет. И я успею собрать все предметы, которые здесь обретаются. Так, хватаем корень. И за кинжалом ветра. Нужно завернуть за угол. А здесь как раз-таки эта тварь. Хватаем кинжал. О, нет. Что-то на меня наложили. То ли замедление, то ли скованность. Нужно срочно уносить ноги. Так, используем лесной корень. Снимает все аномалии, за исключением отравления. И чуть-чуть подлечимся. Мана тоже кончилась. Возобновляю заклинание Божественный Свет. И прорываюсь дальше. Осталось из этой темноты вытащить кристалл с заклинанием Моей Тьмы. И вот, по-моему, в этом помещении. Да, вот он. Заклинание в этом кристалле называется Клоук оф Шэдоус. Позволяет, вроде как, стать менее видимым для окружающих монстров. Но я не понимаю, зачем это нужно, если я пришел сюда пить пиво и воевать. И пиво я свое уже выпил. Так что оставим этот кристалл на будущее. А сейчас зачистим три комнаты, вход в которые происходит из этого помещения. Здесь еще пара тварей. Пока что оружие персонажа достаточно слабое. И долго с ними воевать. Прибегнем к магии монтажа для экономии времени. Но в награду получаем неплохие реликтовые наручи. Или перчатки. Священные перчатки. Древние перчатки, созданные из магического металла, обладающего силами света. Отлично. В хозяйстве такие перчатки точно не помешают. Особенно учитывая какая тьма вокруг. Здесь за поворотом лесенка наверх. В комнату, в которую попасть мы пока что не сможем. Дверь священника. Соответственно для того, чтобы ее открыть, потребуется ключ священника. Который мы найдем только в следующем эпизоде. А в этом просто берем на заметку, что здесь находится такая дверь. Заглядываем в следующую комнату. Она пуста. Это выход в общий зал. И три двери в комнату. Дверь, из которой уже зачищена. впереди третья последняя. Так, тут опять эти монстры. Быстренько расправимся с ними. Используя заклинание ветра и меч. Очень удобно этим заклинанием пользоваться. Потому что оно пронзает сразу нескольких противников насквозь. И может нанести урон сразу нескольким. Собираем траву. Кто-то здесь занимался выращиванием травы в третьей комнате. И находим еще один ключ для того, чтобы опустить разводной мост. Что ж, три комнаты зачищены. Можно выходить. Запомним, что здесь есть комната священника. которую нужно будет вернуться с ключом. А теперь начинаем подниматься вверх. Это только первый пролет ступенек, которые предстоит преодолеть, прежде чем мы выберемся на поверхность. Но оно того стоит. Хватит темноты, хватит темных коридоров. Пора уже увидеть немного света и ясного неба над головой. Поэтому аккуратно расправляемся с последними тварями. Это очень удобно потерялось. прочитаем, что написано на плите. Матушка наша, покрой нас зеленым покровом. Защити нас от солнца, сжигающего нашу кожу. С величайшим почтением, Айян. А сзади можно найти интересный меч. Здесь прочитать ничего не получается. Видимо, сзади просто имитация надпись, а не настоящая надпись. Ну что ж, поднимаемся наверх, отбиваясь от летучих мышей назойливых. Ступеньки, ступеньки и еще раз ступеньки. Но оно того стоит. Стоит пройти все эти ступеньки, чтобы наконец увидеть свет над головой. наконец-то. Локация лес. Прекрасный осенний лес, немножечко подернутый дымкой тумана. больше никогда не хочется возвращаться в эти подземные казематы. Ну что ж, до встречи в следующем выпуске. локация локация